Карабины на конюшне. Как обезопасить лошадь и себя? Всем привет! С вами школа коневладельца «От уха до копыта» и я Екатерина Ламейко. И сегодня мы хотим поговорить про использование карабинов на конюшне, про то, какие карабины более опасные, какие менее опасные, и как их использовать так, чтобы не подвергать риску травм ни лошадей, ни себя. Итак, рыжий, привет тебе! Наш главный карабин. В принципе, использовать карабины очень удобно, потому что не нужно завязывать никакие узлы, а когда надо что-то пристегнуть или лошадь, или что-то еще, вы просто цепляете это карабином и потом отстегиваете. Видов карабинов очень много, разнообразных. Сегодня хотим вам рассказать про разные, про их плюсы и минусы. Начнем, пожалуй, с самого простого, самого кондового карабина. Это вот такой строительный карабин. Смотрите, просто железный. Вот такой вот. Тоже бывают разных размеров. Вот есть маленький. И вот это, пожалуй, любого карабин, любого размера, вот такого вот плана. Это самая опасная штука, которую можно придумать для того, чтобы что-то куда-то пристегивать на конюшню. Потому что, как только лошадь получает доступ к такому карабину, Вот смотрите, у него вот здесь очень острый, очень острый вот этот вот конец. И лошади реально, то есть он, причем он везде острый, вот он и здесь острый, да, очень прям реально. Лошади на раз протыкают себе разнообразные части тела вот такими карабинами. Губы, носы, уши, щеки, языки. И причем, вот когда лошадь себе втыкает, да, вот куда-то этот карабин, вытащить его тоже будет очень сложно раскурочить и рану, потому что вот у него еще вот здесь вот острые края. То есть это реально какое-то вот такое пыточное оружие. И, ну, вообще нежелательно лошади давать доступ к этому карабину. То есть не на развязки ставить, не там корды пристегивать, не что-то вешать такое, вот чтобы лошадь этот карабин могла достать. Потому что, вот вы удивитесь, казалось бы, да, вот если он пристегнут вот сюда, вот на развязки, ну как лошадь туда достанет? Умудряются доставать, умудряются насаживаться вот на эти штыри. И, ну, раны отвратительные. Но поверьте на слово, вот ни такое, ни такое лучше вообще на конюшнях не использовать. Значит, есть немножко такой, как бы более безопасный вариант. Это тоже строительный карабин, но вот он с такой вот закручивающейся штучкой. То есть вы пристегиваете, да, его куда-нибудь, куда вам надо. Пристегнули, потом закрутили. И он больше не двигается, то есть лошадь не получит доступ вот к этому вот острому краю. В чем здесь может быть проблема? Ну вот тоже маленький, тоже такой есть, такой же, с закручивающейся штучкой. В чем здесь может быть проблема? Ну, во-первых, раскручивать, прикручивать, это долго. Не у всех хватает на это терпения. Особенно, будем честны, у конюхов. Если конюх там куда-то, например, лошадь там на выпас, на веревку должен поставить. Очень часто, ну, такое, знаете, возникает такая мысль, что, ну, что будет такого-то, ничего же лошадь никуда не уходит там, не отрывается. Ну, нафиг, потому что, ну, реально долго. Вот, и второй момент, если вдруг, вот, ну и, соответственно, в этом случае, конечно, вот этот карабин, да, превращается в карабин номер один. То есть у него здесь такая же острая штука, еще и с резьбой. Вот, и вот на вот эту штуку лошадь может какой-нибудь своей частью тела надеться вообще совершенно запросто. Вот, и второй, как бы, неприятный момент. Если у вас лошадь повесилась на таком карабине, да, ну, мало ли, упала там, запуталась, да, вот что-то перевернулось вдруг, вот, и вот так вот это сильно натянулось, Ну, во-первых, у вас не получится срочно отстегнуть этот карабин, да, потому что его как минимум надо раскрутить. Причем, бывает, что вот когда идет сильное натяжение, да, то вот эту вот штуку открутить становится сложнее. Вот, и плюс, вот все вот такие карабины, вот с таким крючком, вот представьте себе, что у вас вот тут висит 500-килограммовая лошадь, и вам надо этот карабин снять, то есть вам придется немножко приподнять лошадь, да, вот эти 500-килограмм, которые висят на этом карабине, Чтобы его снять, лошадь придется немножко приподнять, это тяжело, и это тоже вот один из недостатков вот таких вот карабинов. Значит, еще вариант, как бы такой, тоже немножко более безопасный, это вот такие карабины, то есть у них нет никаких острых штук, во-первых, за них сложнее об них пораниться, во-вторых, его невозможно не закрутить, потому что лошадь у вас не будет зафиксирована, если вы не закрутите, вот, но опять же, очень долго, вот смотрите, как я долго кручу, вот, причем вот я закрутила, иногда приходится прям усилия прилагать, чтобы открутить, вот, то есть и закручивать, и откручивать очень долго, и это может быть в каких-то случаях просто неудобно. Опять же, если этот карабин у вас натянулся, да, очень сильно, у вас очень сильно натянулась резьба, и у вас может руками просто не получится даже открутить вот эту вот резьбу, чтобы лошадь освободить, вот, плюс иногда они ржавеют, и тоже крутятся, соответственно, гораздо сложнее, хуже, вот это вот тут все идет, вот, поэтому тоже, ну, как бы такой, ну, как бы такой, не очень хороший вариант для использования, вот тоже, вот есть маленький такой же, разных размеров они бывают, немножко более безопасно в этом плане, вот такие вот альпинистские карабины, тоже как с резьбой, так и без резьбы, опять же, потому что у них, вот видите, здесь, ну, здесь вообще такой вот прям плоский пенек, и вот здесь тоже, вот он кругленький, гораздо сложнее пораниться об него, то есть здесь тоже единственный, наверное, недостаток вот такого карабина, это то, что вот если у вас там лошадь на нем висит, да, вам эту лошадь придется приподнимать, чтобы ее освободить, вот, но для того, чтобы там вешать что-то еще, например, рептух с сеном, вполне годится вот такой вот карабин, достаточно безопасная вещь, вот, особенно, если его закрутить, вот, ну, вот такой вот еще покажу карабинчик, ну, ребят, это вообще невозможно, вот тут я нажать не могу, даже просто, очень-очень тугой, вот, и тут, наверное, если вот сюда вдруг как-то случайно попадет, там, какая-нибудь складка кожи у лошади, да, ноздря, там, губа или еще что-то, лошади будет очень больно, вот, а вот быстро этот карабин отстегнуть вообще не получится, в случае чего. Так, едем дальше, вот такие вот карабинчики еще бывают, это такие, тоже, видите, разного размера крокодильчики, вот так вот вы нажимаете, и можно просто раз и зацепить, вот такие удобно, очень, вот, знаете, например, цеплять развязки к трензелю, вот еще вот что-то такое, вот, ну, вот, мы на такие карабины закрывали рептухи с сеном, например, вешали их, подвешивали, в принципе, они достаточно безопасные, то есть вот раскрыть этот карабин лошадь, скорее всего, не сможет, единственное их, вот, по моему опыту, недостаток, у них очень часто отламываются вот эти вот кончики, которые вот в два раза тоньше, да, вот, они ломаются, ну, и, соответственно, карабин становится нефункциональным. Вот на амуниции, вот, особенно на недоустках и на чембурах чаще всего используются вот такие карабины. Они достаточно безопасные, то есть у них нету никаких острых краев, вот, они не очень жесткие, то есть вот так вот, если даже вот сюда попадает, да, какая-то часть тела, это не очень больно. Вот здесь вот такой вот шпенек на пружинке, вот вы нажимаете, а когда вы отпускаете, он застегивается. Вот на чем буре, да, вот, вот так это выглядит, то есть вот вы нажали, пристегнули лошадь, отпустили, все, карабин держится. Значит, неплохой вариант, единственное, что вот у таких карабинов, они очень недолговечны на самом деле, то есть у них чаще всего ломается вот эта вот пружинка, которая возвращает этот шпенек в обратное состояние, и ломается вот эта вот, даже не знаю, как назвать, как назвать, пимпочка, вот эта пимпочка, за которую, собственно, этот карабин расстегивается. Вот покажу вам сейчас, вот так вот это выглядит, видите, тут сломалась и пружинка, и вот этот вот штырек больше не возвращается в свое положение, соответственно, карабин не застегивается. И пимпочка сломалась, то есть невозможно. Вот, плюс еще у них бывает, что выскакивает из вертлюга вот сам карабин. Вот, но это просто нужно это понимать и относиться вот к таким вещам, как к расходным материалам. То есть, да, они иногда ломаются, и приходится либо их менять, либо целиком менять вот весь чомбур там или недоуздок. То есть, вот лучше всего просто иметь запас там чомбуров, да, или просто карабинов, или недоуздков. Вот, но зато, как бы, вот если лошадь где-то зацепилась, начала биться, то, скорее всего, вот этот карабин сломается. И это, скорее, хорошо, чем плохо, потому что лучше пусть сломается какая-то, да, там, часть амуниции, чем у вас сломается лошадь. Вот, вот такие вот карабины. Ну, я, честно говоря, их вот в основном тоже вижу на переходниках, на развязках. Ну, тоже, видите, вот пружинка немножко то ли заржавела там, то ли что-то, не совсем она хорошо застегивается. Вот, вот это получше. Вот, ну, здесь единственное тоже, как бы, не очень приятный вариант, вот если вот сюда попадет тоже какая-нибудь там губа лошади, ну, немножко неприятно, достаточно больно. У меня еще есть один карабин хороший на американской корде. Притащите? Конечно. Вот еще покажу классный карабинчик. Значит, вот он у меня на корде. Очень давно у меня вот эта корда существует, я все время пользуюсь, с карабином ничего не происходит. Вот его особенность в том, что у него вообще нет никаких штырьков, то есть у него вот так вот отгибается, вот такая штучка и обратно возвращается на пружинке. И самопроизвольное раскрытие практически невозможно, эту карабину, то есть я не знаю, ну, лошадь вряд ли вот так вот нажмет, да, и будет держать, чтобы как-то от этого карабина отстегнуться, но при этом вот руками его очень легко отстегнуть. Но я таких карабинов, честно говоря, отдельно не видела у нас в продаже, но, может быть, они и есть. Он еще и на вертлюге. Это когда крутится. Вот вертлюг, это когда вот карабин у вас вот так вот крутится. Это очень удобно, когда вы, например, лошадь ставите пастись, чтобы у вас не перекручивалась веревка, и вот такие вот узлы перекрученные не собиралась, она просто вот так вот раскручивается за счет того, что крутится сам карабин. Вообще, когда вот лошадь пристегиваете пастись, лучше, чтобы вот такие вертлюги были и там, где веревка привязана к колушку, и там, где веревка привязана к недоустку лошади. Вот, теперь покажу вам еще вот такие вот бывают карабины под названием антипаника. Вот так вот он выглядит. Почему он так называется? Потому что, чтобы его расстегнуть, вот достаточно просто здесь вот так вот отодвинуть. Ну, не знаю, как это назвать. Короче, часть карабина, вот она тоже на пружинке, вы ее сдвигаете вниз, застегиваете или расстегиваете карабин и отпускаете, и она его держит. То есть вот когда вам нужно срочно отстегнуть лошадь, да, вот вам просто достаточно вот эту вот штучку сдвинуть вниз, и карабин легко и просто отстегивается, то есть вам не нужно, вот как в случае вот с такими вот крючками, да, вам не нужно поднимать вот этот вот карабин, чтобы отстегнуть. Вот сейчас покажу вам. Вот мы его пристегнули, да, и если вот что-то вдруг случилось с лошадью, она там начала биться, упала, там еще что-то, вот достаточно просто чуть-чуть вот потянуть вот эту нижнюю часть, и все, он отстегивается очень легко. Но есть небольшой косяк вот с такими карабинами, иногда они расстегиваются самопроизвольно, иногда лошадь может задеть случайно, вы можете случайно задеть, и тогда он просто берет и отстегивается. И что еще тоже как бы не очень с ними хорошо, потому что когда это происходит в натянутом состоянии, то вот этот вот сам карабин отлетает в совершенно непредсказуемую сторону, и может сильно ударить или вас, или лошадь, он может и в глаз попасть, и по носу, и по щеке, и куда угодно. Вот, то есть немножко это так вот травмоопасненько. А расстегиваются они действительно часто самопроизвольно, особенно если лошадь сильно вот как-то дернулась, вот просто выскакивает иногда вот этот вот штырек, и конец веревки вот с этим карабином летит в неизвестном направлении. Ну и, наверное, напоследок покажу вам мой любимый карабин, любимейший. Выглядит он вот так. Вот я его купила, наверное, лет 15 назад в каком-то конном магазине совершенно случайно. Вот с тех пор постоянно его использую, и вот если честно, мне кажется, это вообще вот самый лучший вариант для конюшни. Потому что, вот смотрите, как он работает. Вот сейчас он в застегнутом состоянии. Чтобы его расстегнуть, нужно вот тут нажать вот на эту штучку. И он просто легко и спокойно, очень быстро расстегивается моментально. И при этом вот его конструкция, да, она вообще практически исключает случайное расстегивание. То есть ни лошадь сюда никакую свою часть тела не может вставить. Чтобы вот его расстегнуть, нужно вот сюда вот вставить палец и нажать. Иногда даже, кстати, у меня многие конюха не знали, как этот карабин расстегнуть. Потому что вот так на него смотришь, и вообще непонятно, он намертво застегнут. Вот. И вот только после того, как я им показывала, что вот сюда надо нажать, они говорили, ага, понятно. И вот этому карабину уже много лет. Я сказала, лет 15. Ничего с ним не происходит, он не ломается. Он сам не расстегивается. При этом расстегнуть его легко и просто, и очень быстро. Ну, пожалуй, наверное, знаете, единственный вот его небольшой недостаток, это зимой, если на него налипает снег. Например, вот лошадь у вас пристегнута на корте, да, и она повалялась. Налип снег, чуть-чуть примерз. Вот бывает сложно, когда вот здесь вот все замерзло. Но немножко вот так вот в руке достаточно погреть, и все. И после этого он отстегивается. Вот я, к сожалению, не знаю, как называются такие карабины и где их купить. Если кто-то видел и знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что я бы таких купила бы, наверное, еще штук пять и пристегивала бы на все, чем я пользуюсь, чтобы там лошадь или что-то еще куда-то пристегивать. Потому что, ну, реально, вот это вот прям супер вещь. Ну, наверное, видов карабинов бывает еще великое множество. И есть еще там куча других, которых мы не показали. Мы постарались сделать обзор таких вот самых основных, самых распространенных. Если у вас какие-то еще есть варианты, присылайте свои, пишите про них, рассказывайте. С удовольствием посмотрим и изучим. А так, ну, всем безопасности, всем пока.